Домино Группе Домино в этом году исполняется 10 лет. За это время участники коллектива сменялись несколько раз. Неизменными оставались лишь Шолпан и Закир. И вот совсем скоро голос команды впервые станет мамой. Шолпана не уйдет с группы, хоть она родит 10 людей, 10 раз родит и так далее. Она не уйдет никогда с группы. Максимум может будет то, что декрет. Однако участник группы, по совместительству ее продюсер Закир, не исключает возможности того, что в последующем в Домино будет две солистки. У меня уже есть человек в голове, но все-таки можно посмотреть еще. Кроме того, новенькой девушке нельзя будет иметь детей в ближайшие 5 лет. Таковы условия договора. Точно будет договор и нормальный договор. Потому что с людьми работать трудно. Они сегодня так говорят, завтра их раскрутишь, и они могут по-другому говорить. Шолпан исключение. Говорит Закир для самой первой солистки и условия иные. К тому же семья никак не мешает девушке заниматься любимым делом. Она любит это дело, это ее жизнь. И Мирас вообще красавчик в этом плане. Он всегда за, никогда не ревнует ее, доверяет ей. Но Шолпана сама по себе такая приличная. Сама же исполнительница сейчас находится в эйфории от предстоящего счастья. Даст бог, я уйду на совсем малый срок. Как только так сразу я хочу вернуться в коллектив. Некоторые начинают, ой, там болит, тут щимит, там колит, меня тошли. Нет, совершенно. Меня это как-то даже, знаете, еще больше заряжает. Беременность для семьи Артистки стала настоящей счастливой неожиданностью. Пол первенца до сих пор остается секретом для Шолпан. Муж, естественно, хочет мальчика. Так как он хочет мальчика, охота его так обрадовать и подарить ему мальчика. Впереди у Домино запись новых песен, съемки клипа в марте и грандиозный концерт, посвященный юбилею. Все эти события Шолпан пропустить никак не может. А то, что она летом станет мамой, лишь добавляет блеска в ее глазах. Сабина Таргаева, Даулет Атабаев, Ерлан Абдуалиев. Новости ревью. Шары погоняем? Игриво спросил Дэвид Бэхэм и улегся на бильярдный стол. Катя, что у тебя за фантазии? Не нужно все так драматизировать, коллега. Просто экс-футболист снялся в новой рекламе одежды. А для этого ему понадобилась особая обстановка. Полумрак, бильярд и Дэвид Бэхэм. Звезда сегодня обворожителен как никогда. А среди Киев и шаров чувствует себя почти как на футбольном поле. Впрочем, профессиональной игры в бильярд от Дэвида никто и не ждет. Суть не в этом, а в том, чтобы как можно эффектнее представить новую коллекцию повседневной одежды. Это все вещи, которые я сам ношу. Рубашки, футболки, джинсы и толстовки. Все в моем вкусе и очень удобное. Как бы ни в знача, хитрый Бэхэм пару раз сверкнул нижним бельем и татуировкой на пояснице. Как известно, футболист еще и трусы нет-нет рекламирует. Так что на этой фотосессии он убил сразу нескольких зайцев. Конкурсантки Мисс Вселенная во всеоружии ждут финала. У каждой из них свои рецепты для победы. Участница из США, например, тайно от всех берет уроки самообороны. Даже представить боюсь, на ком эта леди будет испытывать свою силу. 25 января 88 красоток со всех уголков планеты будут сверкать улыбками и цокать каблучками на Мисс Вселенная. А сегодня у них по расписанию встреча с прессой. Какими бы ни были отношения между девушками на самом деле, здесь они такие подружки, что аж чувствуется приторность. Вот соседки по комнате Мисс Австралия и США, может, каждый день скандалят за ванну и зеркало. Но никто из посторонних не должен об этом знать. Мы все делаем вместе. С утра зарядка, потом практикуем вопросы и ответы, делимся одеждой, обувью, косметикой. Такое чувство, что мы всю жизнь знакомы. Когда австралийская красотка говорила эти слащавые речи, она явно не знала кое-чего. Например, что ее новоявленная подруга тайно учится боксировать. Я хожу на силовые тренировки и уроки самообороны. На самом деле это помогает быть уверенной в себе. Одной Мисс Индонезия явно не до интриг. Она всем журналистам успела рассказать о своем оригинальном платье. Оно меняет цвет. Вот так оно розовое, а вот так и серебристое. Я называю его мистическим. Одна из фавориток в этом году – Мисс Колумбия. Девушка явно ощущает себя на высоте. У каждой свои цели здесь. Я мечтаю стать настоящим воплощением современной женщины. Не только красивой и гламурной, но еще умной и трудолюбивой. Жаль, что наша красавица Айда Исаева была не так активна на брифинге. Девушку невозможно было разглядеть в толпе самоуверенных красоток. Не успел первый сезон сериала «Марка Пола» закончиться, как стартуют съемки второго. Подробности опять держатся в строжайшем секрете. Однако известно, что казахстанские актеры снова будут играть в нашумевшем многосерийном фильме. Осталось только примерить костюмы средневековых батыров, и все. К съемкам готовы. Стартуют съемки в апреле. Свои чемоданчики уже пакуют. Жандос Айбасов, Санжар Мадеев, Ерден Телемисов и другие батыры казахстанского кино. Айдос Бегтимиров, который сыграл в сериале одну из главных ролей, выучил английский язык ради полноценного образа. Говорит, условия для работы на съемочной площадке райские. Очень чутко они реагируют на актера. Как ты чувствуешь настроение, не болеешь ли ты, как спал. Над Марка Пола работает огромная команда. Известные актеры, сценаристы, редакторы и, конечно, гримеры. Каково же было удивление Айдоса, когда он увидел его. Гример, который получил Оскар, понимаете? Костюмы, все очень, знаете, на высшем уровне. Честно говоря, профессионалы они. История сериала рассказывает о приключениях молодого путешественника Марка Пола, который попал в плен к внуку Чингисхана. Парень изучает восточные традиции, боевые искусства и вскоре становится правой рукой Хана. Но это в первой части американской ленты. Сюжетная линия нового сезона окутана тайнами. Моя соцсети отслеживается продюсерами. Уже попросили удалить какие-то фотографии, которые они даже не разрешают выкладывать с локаций. Съемки закончатся в ноябре этого года. Локации для сериала выбраны разнообразные. Казахстан, Малайзия, Китай. Режиссеров и нашумевшего многосерийного фильма аж 15. Как отмечают создатели Марка Пола, на монтаж уйдет не так уж много времени. Поэтому лицезреть новые серии можно будет уже в декабре. Артем Обленко, Ганя Каулов, новости ревью. Вот это новость. Слышал Кирилл? Продюсер Кешью теперь тоже поет. Неужели? Ты серьезно? Это Абаян Есентаевой? Нет, это ее сестре. Наши журналисты сегодня были на записи новой песни. Давай посмотрим, что из этого вышло. С удовольствием. В кулуарах шоу-бизнеса ее называют серым кардиналом группы Кешью. Сестра Абаян Есентаевой и сопродюсер Багым Мухидденова всю жизнь занимается музыкой. Но все как-то больше для других. Но вот, наконец, пробил ее час. Вместе с молодым исполнителем Багланом Жулдасовым Багым записала песню Хашик Жирек. Она и раньше пела в дуэте с Баян Есентаевой, Мируерт Есен, Алишером Каримовым. Но редкие выступления так и не вылились в нечто большее. А сейчас возобновлять прошлые попытки уже бессмысленно делится Багым. Мы вместе работаем уже сколько лет. Но насчет выхода на сцену вместе, нет, конечно, нет. Это, на мой взгляд, знаете, такой некий, честно говоря, смешно будет сказано, престарелый арабеский. Артисты не скрывают, они создали песню просто так для себя. Но не ожидали, что в сети возникнет волна поддержки. Музыкант по образованию Мухидденова не делает громких заявлений о покорении шоу-бизнеса. Да, пою. Да, хорошо пою. Но больше как тот писатель, пишущий в стол для себя. Когда ты как Роза Рамбаева или Нагимаис Калиева, или Махполжнусов, вот встал в молодость и никогда не прекращал свою деятельность, да, тебе только схвала и почет. А вот это, знаете, сегодня, там, через 10 лет вспомнил, а, я, оказывается, петь умею, давайте я буду петь, почему меня никто не встречает. Это, конечно, не уважение к своей специальности. Тем не менее, артисты не исключают возможности создания клипа на Гашик Жирек. Но это пока только планы. Данэра Жуманова, Ерлан Абдуалиев, Новости Ревью. Алматинский феномен, или как капля дождя делает километровую пробку. Между Ким Кардашьян и Эмбри Роуз началась война, на чьей стороне останется Кайни Уэст. Большой провал. Айвотч назвали самым бесполезным гаджетом. А мы продолжаем. Как подсказывают синоптики, в эти выходные казахстанцев ожидают снегопады. Да, кстати, я уже даже готов к тому, что в Алматы будут невероятные пробки из-за всего этого. А ты никогда не задумывался, почему именно в период выпадения осадков алматинские водители как будто теряют сноровку вождения? Ну, конечно, задумывался. И, кажется, я точно знаю ответ, почему это происходит. Привычная для алматинцев ситуация. Стоит матушке природе слегка проявить свой характер и все. Тушите свет. Автомобильные пробки растягиваются на несколько километров. Почему даже моросящему дождю удается выбить из колеи алматинских автолюбителей? С этим вопросом мы обратились к автоинструктору Рустаму Асими, который отметил сразу, неуверенность водителей во время выпадения осадков связана со снижением скоростного потока. А оно, в свою очередь, возникает из-за неграмотности того, кто за рулем. Водители недоучиваются. То есть, допустим, мало практики в экстремальных условиях. То есть, если где-то там это распространено, в Европе, там и так далее, то у нас этого мало. Если есть возможность, упал снег, лед, мне звонят, говорят, а может, сегодня не поедем, боятся. Я всегда говорю, нет, поедем. Алдаваяц Шокан также знаком с необоснованной медлительностью на дорогах. Мало того, он и сам однажды попал в неприятную ситуацию в непогоду, хотя сам себя считает опытным водителем. Видимость была нулевая, прям реально ливень шел. Я спускался вниз по Ленина, вот, перед Аль-Фараби. И мне понадобилось развернуться. Я не рассчитал и прямо передними колесами угодил ворык. А передние колеса у Камри ведущие. Они, получается, провисли и вот так вот просто вращаются, не цепляя почвы. И все, я застрял. Пресс-секретарь ДВД Алматы уточняет. Ежедневно в Южной столице курсирует примерно миллион дорожно-транспортных средств. И далеко не каждый водитель знает элементарную автомобильную этику. Есть у нас нерадивые автолюбители, которые позволяют себе выезжать на полосу встречного движения, обгонять транспортные средства справа, создавать аварийные ситуации. Сама же Салтанат – водитель со стажем. Для нее все погодные условия одинаковы. Да, вожу машину с 11-летним стажем я водитель. Для меня не составляет трудностей передвигаться в любое время. Главное – быть предельно осторожным на дорогах и садиться за руль лишь тогда, когда уверен в грамотности своего вождения. Необходимо помнить – ответственность автомобилист несет не только за себя. Дана Рожуманова, Даулет Атабаев, Ганни Калуов. Новости ревью. Высокие технологии на руке – это провал? Пока весь мир замер в ожидании долгожданных умных часиков от Apple, нашлись те, кто уже поставил на них крест. Среди таких скептиков и автор Forbes – Дэн Монро. Презентация iWatch вызвала бурю эмоций у пользователей. Кто-то считает это самым крутым гаджетом, кто-то назвал их обычной безделушкой. Дэн Монро, технический обозреватель Forbes, заявил, что часики не смогут долго просуществовать на рынке, так как цена у них приличная, а операционная система полностью подчиняется вашему смартфону. Если же такого не имеется, что делать? Apple пока не сообщили. А вот это изобретение уж точно порадует любителей себяшек. Селфи-тостер собственной персоной. Теперь на завтрак можно попробовать себя любимого на зуб. Достаточно синхронизировать свой телефон с хлебным гаджетом и вуаля! Ваша милая личика выжжена на кусочке Бродинского. Стоит чудо-тостер всего 70 долларов. Делать себяшки – это, конечно, милое дело. Однако щелкать по-настоящему гениальные снимки еще проще. Достаточно иметь под рукой обыкновенный бинокль. Тогда получается эффект гламурной виньетки. Ну а вот с помощью капли воды вообще чудеса фотографий получаются. Нужно лишь оставить водяной след на линзе, и вы – гений кадра. Чтобы быть мастером не только фотографий, но и набора текста, вашему вниманию прототивная клавиатура для гаджетов. Вещица очень удобная в дороге и путешествиях. Однако пользователи этого ноу-хау жалуются. Расположение символов там не такое, как на обычной клавиатуре. Трудно приспособиться сразу. Да и цена приличная – почти 200 долларов. Вот эта фотография всполошила весь интернет. Девушка-журналист использует селфи-стик в качестве помощника во время репортажа. Эдакий сам себе оператор. Таким способом прославились многие влогеры. Такую возможность ревью дарит своим зрителям. Если у вас есть интересная новость для эфира, присылайте свои видеоньюз на нашу почту. «Ревью» – собака.ntk.kz. И самые лучшие и оперативные репортажи от зрителей попадут в программу «Ревью». Артем Обленко. Новости «Ревью». Тимати, нужно подкачаться. Подкачаться? Он ведь всегда в отличной спортивной форме. Нет уж, Кать, фотографии, сделанные на пляже в Майами, тебя точно разочаруют. Пузо отрастил себе рэпер. Вот так. Видимо, Оливье на Новый год за обе щеки уплетал. По всей видимости, перекормила жена Тимати пирожками и борщами. Облаченный в черной плавке, рэпер удивил фанатов своим пивным животиком и совсем не идеальным прессом. Морским бризом на Майами звезда наслаждался в компании друзей. И никаких длинноногих красоток. Зависть и ревность не дают покоя Ким Кардашьян. Не успела бывшая невеста Канье Уэста Эмби Роуз выложить в сеть. Откровенные снимки как тут же о себе дала знать Ким. Звезда решила переплюнуть конкурентку и сфотографировалась полуголой на снегу. К тому же светская львица решила доказать, что свои снимки она может и продавать. Она выпустила фотосборник под названием «Эгоистичная», куда вошли 2000 интимных селфи-звезды. А вот и обложка издания. Желающие полюбоваться на полуобнаженную Ким во всех ракурсах смогут купить шедевр за 20 долларов. Младшая дочь Брюса Уиллиса Талула решилась на кардинальные перемены в своей внешности. Она побрилась на лысо. За новой прической девушка не стала обращаться к дорогостоящим стилистам. Побрила экстремалку ее мама Дэми Мур. Еще одна бунтарка Майли Сайрус отправилась отдыхать на Гавайи. И не одна, а с бойфрендом Патриком Шварценеггером. Несмотря на то, что родители Патрика не одобрили его выбор, влюбленные даже не думают расставаться. Мадина Жанузакова, Ревю. В Париже стартовала неделя мужской моды. Свои идеи по поводу осенних трендов представили модные дома Валентина и Раф Симмонс. И что бы ты мне посоветовала взять с этих показов? Ну, все зависит от степени твоей раскрепощенности. Графические принты. По этим элементам вы осенью будете распознавать Валентина. Бренд решил оставить за мужчинами строгий стиль и сдержанную элегантность. Самый яркий цвет в коллекции – это зеленый. В основном же костюмы и пальто выполнены в сером, синим и темно-красном оттенках. Красота требует жертв. Таким был девиз на показе Раф Симмонс. Манекенщикам накручивали на плойку их короткие волосы, крепили искусственные длинные пряди, надевали парики. По мнению дизайнеров, эти прически лучше всего подошли под длинные пальто, клеенчатые плащи, куртки и водолазки. Скажи мне, Кирилл, тебе знакомы такие имена, как Кайра Тунтиков, группа Мистерионс, Орда? Ну, конечно, ведь их знает каждый казахстанец. А ведь было время, когда ситуация кардинально отличалась от сегодняшней. Но кто же помог топовым артистам получить всеобщую популярность? Вашему вниманию откровения селебрити. Серые кардиналы в их жизни. Звезда суперстара Кайра Тунтиков в раз стал героем. В 2005 году певец получил главный пресс-шоу – контракт на запись сольного альбома. Но громкого дебюта не случилось. Долгих пять лет о Тунтикове ничего не было слышно. Ситуацию спасла продюсер Динара Адам. Благодаря ей о певце вновь заговорили. И не где-нибудь, а на новой волне. Казалось бы, что еще нужно для полного счастья. Но, к удивлению многих, артист и продюсер не сработались. Я захотел почему-то сам. Хочу работать. Может, я это раньше времени сделал. Может быть. Но я как бы не жалею. Ни о чем не жалею. Потому что жизнь продолжается. Не надо просто назад смотреть. Другой суперстаровец Ренат Малцагов тоже не понаслышке знает о резком взлете и падении. Группа «Перцы» работала с продюсером Константином Коротковым. В парней были вложены немалые суммы, которые, по словам Рената, оправдать, увы, не удалось. Продюсер принял решение распустить коллектив. Все эти годы, получается, я думаю, интересно. Что было не так? Часто вот таким вопросом задавался. А все, оказывается, на самом деле просто. Был просто неправильный подход. Был неправильный. Было неправильное элементарно, что я считаю очень важно, даже подбор песен. У «Мистерион» своя история. Успехом группа также обязана продюсеру Жазире Мурадовой. Команду парней сколотили сами, но слава все же пришла благодаря ей. Два года назад бойс-бэнд ушел в свободное плавание. Намного труднее работать без продюсера, чем с продюсером. Особенно группа. Вообще, я считаю, что не стоит даже работать без продюсера. Но мы справляемся. Сейчас они все считают себя свободными. Кайрат Унтеков продолжает выступать на корпоративах и тоях. Ренат Малцагов пытается самостоятельно возродить былой успех. «Мистерион», в свою очередь, пишут песни, снимают клипы. Тем не менее, каждый из них помнит серого кардинала своей жизни. Дана Рожуманова, Сауля Шсатабалдыга, Николов. Новости ревью. На сегодня все. Смотрите ревью и будьте в курсе. Увидимся завтра в 20.30 на НТК. Субтитры создавал DimaTorzok